МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вольф Мессинг – одна из самых загадочных фигур минувшего века. Его феномен интересовал Эйнштейна и Фрейда. Гитлер объявил его личным врагом, а Сталин удоставил личных встреч и взял под свою защиту, разрешив выступать с психологическими опытами по всей стране. На сцене он играл такого немножко сумасшедшего гения, такого, что люди боялись. Он выходил на сцену, он еще говорил какие-то две-три фразы, и уже мурашки у зрителей по телу уже верили в то, что вот это какой-то человек, связанный с потусторонними силами. Он был великий психотерапевт, великий психотерапевт, великий телепат. Дал импульс для развития науки не только в России, но и во всем мире. В России меньше всего обращали внимание на то, что он буквально горит желанием, чтобы изучили волны, которые помогают ему узнавать будущее людей, узнавать их мысли. О нем не сохранилось ни одного открытого достоверного документа. Его личное дело хранится в архивах ФСБ под гриппом секретно и вряд ли когда-нибудь будет рассекречено. Нам остаются лишь пожелтевшие от времени газеты с рецензиями на его выступление, несколько сотен фотографий, немногочисленные рассказы ближайших друзей да автобиографическая повесть Вольфа Мессинга в литературной обработке писателя-фантаста. Так кто же он, Вольф Мессинг? Ясновидящий, предсказавший в 1937 году Гитлеру, что тот сломает себе шею на Востоке? Или ловкий шарлатан, морочивший голову всему Советскому Союзу на протяжении 35 лет? Сотрудник секретной службы НКВД и личный предсказатель Иосифа Сталина? Или величайший артист оригинального жанра, сделавший себе рекламу на именах первых лиц Европы и СССР? Вольф Мессинг родился 10 сентября 1899 года на территории Российской империи, в крохотном поселении близ Варшавы. Это было типичное еврейское местечко начала 20 века. На каждом углу синагоги, в каждом доме в любое время дня и ночи можно было услышать чтение священных текстов или споры о толковании Талмуда. Не была исключением и семья Вольфа Мессинга. Когда Вольфу исполнилось 6 лет, родители отправили его учиться в Хедер, школу при синагоге. Они были уверены, что Вольф станет раввином, а значит займет достойное положение в обществе. В 11-летнем возрасте Вольф поступил так, как нередко поступали еврейские юноши в его возрасте. Обрезал ножницами длинные полы своей одежды и сбежал. Проскитавшись несколько дней в поле, он сел в первый попавшийся поезд. Денег на билет не было, поэтому он залез под лавку и заснул. Мальчика разбудил мужской голос. Это был контролер. Из воспоминаний Мессинга. Нервы мои были напряжены до предела. Я протянул руку и схватил какую-то валявшуюся на полу бумажку. Наши взгляды встретились. Всей силой, страсти и умам не захотелось, чтобы он принял эту грязную бумажку за билет. Он взял ее, как-то странно повертел в руках и сунул в тяжелые челюсти компостера. Протянув обратно билет, контролер сказал, «Зачем же вы с билетом и под лавкой едете? Есть же места. Через два часа будем в Берлине». Пройдет много лет, но Мессин каждый раз будет вспоминать этот эпизод вновь и вновь, рассказывая о том, как он впервые открыл в себе способности к гипнозу и внушению. Тогда в поезде Вольф решил, что свершилось чудо. Приехав в Берлин, он берется за любую работу. В привокзальной гостинице моет посуду, работает посыльным на почке, помогает продавцу в овощной лавке и постоянно голодает. В конце концов, он свалился на улицу без чувств. Его сочли мертвым. На самом деле, это было состояние каталепсии или комы. Через несколько дней Вольф очнулся. Около него сидел пожилой профессор. Из воспоминаний Мессинга. «Первое, что я сказал, когда увидел Абеля, «Не отправляйте меня в полицию и не сдавайте в детский дом», профессор удивился и спросил, откуда я это узнал. Я ответил, что профессор так подумал. Он попал врачам известным, профессорам психиатрии, Абелю, Шмидту. Потом он попал, был знаком с Фрейдом. И они, заметив эти способности, стали его учить, отличать голоса интересующего людей от других голосов. Это было очень трудно. Но он это освоил. Вот, говорят, его потом программа, с которой выступал, концерт, назывался «Психологические опыты». Он угадывал мысли индукторов, так называемых зрителей, сидящих в зале. Именно после общения со светилами мировой науки, Мессинг в качестве главного рычага своей воли выбрал слова. «Я, Вольф, Мессинг». Абель познакомил Мессинга с неким господином Цельмейстером. А тот, недолго думая, продал мальчика в берлинский паноптикум. Там уже была бородатая женщина, сиамские близнецы, безрукий мужчина, который ногами скручивал и прикуривал папироски и прочие уродцы. Юный Вольф должен был стать гвоздем программы. Чудо-мальчик или живой покойник. Три дня в неделю он лежал в хрустальном гробу в состоянии каталепсии, бездыханной, с почти не бьющимся сердцем. Через год импресарио продал мальчика в варьете зимнего сада. Теперь в первом отделении Вольфу руки и ноги прокалывали насквозь шпагами, а во втором отделении он с завязанными глазами собирал у зрителей брошки, платки, часы, а затем отыскивал владельцев предметов. Именно там, в цирке, родилась программа, которая чуть позже гремела по всему миру. Психологические опыты Вольфа Мессинга. Вы видите чудом сохранившуюся записку с одного из концертов Вольфа Мессинга. Концерты Мессинга, как правило, состояли из двух частей. В первой части из зрителей выбиралось жюри, которому остальные зрители передавали записки с заданием артисту. Например, таким. «Товарищ Вольф Мессинг, подойдите к девушке в пятом ряду, десятое место. Снимите с ее головы приколку и отдайте ее соседу». Мессинг к запискам даже не подходил, но просил зрителя дать ему руку и мысленно повторить задание. Я просто его вспоминаю, как он прижимал руку к сердцу своему, и как он быстро спускался с лесенки, а все они разные, ни за что не держась. И он по ступенькам раз-раз-раз, индуктор ездит, за ним поспевал. И проходил в какой-то ряд. Или близкий ряд, или далекий от сцены. Пробирался через сидящих там людей, подходил к женщине или мужчине. Так это же все было без слов. Значит, он знал, куда ему нужно идти. Его тянула какая-то сила. Мессинг исполнял задание. Чаще всего его просили найти спрятанные предметы. Однажды принес с улицы голубя. Жюри подтверждало правильность исполнения задания. Вторая часть концерта – гипноз и снятие боли. Это у него был такой номер. Кто страдает? Он говорил с акцентом. Кто страдает головной боль? Видите на сцену, я вам помогу. Вот это у него было очень много раз, я видела. И какой-то человек, значит, или молодой, а бывает пожилой, взбирался на сцену. Он сажал его на стул, приглашал. И подходил к нему и спрашивал, можно дотрогать. Тот кивал головой. Пожалуйста. И что? Где болит? Голова болит. Или там, главным образом болела у людей голова. Остальное редко что-то там. И он, разрешите дотрогать. Тот кивал. Да, можно. И он вот так вот, я тут сидела рядом. Что он делал? Он мне ничего не говорил. Он только вот так руками, двумя проводил, вот так вот ему по лицу. Потом все, весь здоровый, поздравляю вас. И пожимал ему руку. Идите. В маленьких городах и сельских клубах, где обычно выступал Мессинг, люди хорошо знали друг друга. А потому обман и подстава там были исключены. Слава о целителе без рекламы катилась по всей стране. Сто процентно говорить о телепатии я не могу. Я не обладаю сам этими способностями. Поэтому я знаю, что номера, которые делал Ольга Григорьевич, делаются, так сказать, по-разному. И он достигал такого эффекта, что ты верил в то, что он обладает телепатией. Способностями 14-летнего Вольфа заинтересовались такие светилы мировой науки, как Альберт Эйнштейн и Зигмунд Фрейд. Они решили проверить способности мальчика. Ученые провели с ним ряд экспериментов. А напоследок Фрейд мысленно приказал мальчику взять пинцет и выщипнуть три волоска из роскошных усов Эйнштейна. На прощание Эйнштейн сказал Мессингу, будет плохо, приходите ко мне. Но, как оказалось, это была первая и последняя встреча Мессинга с Эйнштейном. Потом на протяжении двух лет Мессинг был учеником Фрейда. Уже через несколько лет имя Мессинга гремело по всему миру. Япония, Южная Америка, Англия, Франция, Швеция, Индия. Выступления всегда проходили с аншлагом. В Польшу Мессинг вернулся только в начале 1921 года. Через год он был призван на военную службу. Однажды рядового Мессинга вызвал старший офицер и сказал, что его приглашает сам начальник польского государства Юзеф Пилсуцкий. Тогда, в 1921 году, при первой встрече с Мессингом, польский начальник попросил всего лишь найти спрятанный портсигар, что экстрасенс с блеском и выполнил. Из воспоминаний Мессинга. Начальник государства, кстати, это был его официальный титул в те годы, был суеверен как женщина. Он занимался спиритизмом, любил счастливое число 13. Ко мне он обратился с просьбой личного характера. В конце 19 века в Европе начался оккультный бум. Во всех крупных европейских городах создавались тайные группы матопсихологов, спиритов и мистиков. В каждом городе были свои уважаемые колдуны и ясновидящие, которые угадывали прошлое, рассказывали о будущем, вызывали духов. В Польше спиритизм в определенных кругах был довольно модным явлением. Кстати, сам Мессинг уже позже считал спиритизм чистым надувательством и объяснял его массовым гипнозом. В чем заключалась личная просьба Пилсудского? Мессинг никогда не рассказывал, но в то время по всей Польше активно обсуждался роман Пилсудского с молодым врачом Евгением Левицкой. Возможно, просьба личного характера как раз и касалась сей щекотливой темы. Однако польского диктатора могли интересовать не только собственные любовные интриги, но и враги внутри страны, а также планы, набирающие мощь Германии. К Пилсудскому приезжает Геринг. Это второе лицо Германии после Гитлера. Переговоры ведутся кратко, полчаса. Пилсудский очень взволнован этими переговорами. И он вызывает, не сразу, а через несколько, вызывает к себе Мессинга с просьбой сказать ему, когда и будет ли наступление Германии. А Пилсудский сказал, вы можете назвать дату? Он сказал, нет, дату я не могу назвать, потому что сам Гитлер еще не знает день, когда он нападет. 1 сентября 1939 года Германия вторглась на территорию Польши. Буквально через месяц Польша была целиком оккупирована. Начало сентября застала Вольфа Мессинга на родине в Гуро-Кавалерии, где он отдыхал после продолжительных гастролей. Мессинг понимал, оставаться на оккупированной немцами территории нельзя. Его голова была оценена в 200 тысяч рейхсмарок. Это было следствием того, что еще в 1937 году, выступая в одном из театров Варшавы в присутствии тысяч людей, он предсказал гибель Гитлера, если тот пойдет на восток. Об этом предсказании Гитлер знал. Его в тот же день подхватили все польские газеты аншлагами на первой полосе. Фашистский фюрер был чувствителен к такого рода предсказаниям и вообще к мистике всякого рода. Не зря при нем состоял собственный ясновидящий Эрик Янганусен. Гитлер познакомился с ним в середине 30-х годов. Имя Ганусена в те годы было овеяно легендами и скандалами. Он угадывал прошлое и предсказывал будущее. Говорят, даже обладал способностью находить под землей полезные ископаемые. Однако лучше всего у него получалось вглядываться в глаза людей и понимать их внутренний мир. Гитлеровская верхушка, элита Третьего рейха, в общем-то, активно проявляла интерес к такого рода способностям, наклонностям и так далее. Активно выявляла людей, владеющих этими способностями, обладающих, и привлекала их к решению своих задач. Это однозначно. Адольф Гитлер уже в 20-х годах увлекся оккультными науками. В 1933 году в Германии был создан оккультный институт Анинербе, где магия была поставлена на военные рельсы. Главная задача института – поиск ключа к управлению сознанием человека. В середине 30-х годов определенные круги использовали разного рода экстрасенсов и предсказателей для того, чтобы под видом астральных откровений дать фюреру тот или иной совет. Так или иначе, желая отомстить Мессингу за его предсказание, Гитлер объявил награду в 200 тысяч рейхсмарок тому, кто укажет место расположения Мессинга. По тем временам деньги огромные. Мессинг знал, что в случае его поимки немцы церемониться с ним не станут. Два года он скрывался от преследования на территории Польши в доме отца. Но в 1939-м в Гурок Валерии было создано еврейское гетто. Мессинг бежит в Варшаву. Некоторое время он скрывался в подвале у одного торговца мясом. Однажды вечером, выйдя на улицу, он услышал грозный окрик. Стой, ты кто? Его светили в фонарик, он попадает в руки патруля немецкого, которые обознали, что этот Мессинг, он говорит, нет, я Шрайбер, писатель. Он говорит, нет, вы Мессинг. Ну, тот сопротивлялся, он говорит, ну, отведем участок и там проверим. Отвезли его, значит, в участок, и Мессинг почувствовал, что его судьба длится, решается в эти одну-две минуты, буквально решается его судьба. Из воспоминаний Мессинга. Я напряг все свои силы и заставил собраться у себя в камере тех полицейских, которые были в это время в помещении участка. Всех, включая начальника и даже того, что стоял на часах у выхода. Когда они, повинуясь моей воле, собрались в камере, я, лежавший совершенно неподвижно, как мертвый, быстро встал и вышел в коридор. Мгновенно, пока они не опомнились, задвинул засов окованной железом двери. Теперь перед ним стал вопрос, который мучил его несколько недель. Куда бежать? В своей автобиографии о переходе советско-польской границы Мессинг пишет всего несколько строк. Из Варшавы меня вывезли на телеге, заваленной сеном. Ехали только по ночам. И вот, наконец, темной ноябрьской ночью впереди тускло блеснули холодные волны западного буга. Там, на том берегу, была советская страна. Небольшая лодка ткнулась в песок. Я пожал протянутую руку и пошел по влажному песку. Пошел по земле моей новой родины. Пошел прямо на восток. Уже к 1938 году система внутренней разведки в стране по фамилии СССР была на хорошем, очень достаточном уровне. Работала мощнейшая агентурная сеть, и эта сеть далеко не слабая была. А раз она работала, раз он уже в этом время где-то фиксировался, где-то выходил, где-то участвовал в каких-либо, так сказать, общественных мероприятиях, конечно, он был в поле зрения. Я поэтому не исключаю, что его движение в том направлении с переходом границы было вполне обусловлено. В то время многие польские евреи в надежде лучшей жизни бежали в СССР. И в том, что Мессинг в качестве новой родины выбрал Советский Союз, нет ничего удивительного. Западная Европа уже лежала под немцами. Однако легкость, с какой он пересекает границу, удивляет. Любого беглеца в то время ждали долгие проверки, почти неизбежные обвинения в шпионаже, а затем расстрел или лагеря. Но Мессинг странным образом смог избежать всего этого. Когда привели на заставу, их проверяли всех. Что спасло Мессинга? У него в кармане была афиша, плакат, где Гитлер 200 тысяч марок обещал не только за поимку, за указание его местонахождения. И вот это спасло жизнь. В конце 1939 года в отдел культуры Брестского обл.исполкома вошел потрепанный, изможденный человек. Я спросил, что так вы плохо выглядите. Он говорит, я только час тому назад пересек границу между Польшей и вашей страной. Человек назвался польским артистом Вольфом Мессингом. А что вы умеете? Я артист? Артист – это мало. А какой профессии или какого направления артист? Ну, какого направления? Я очень своеобразный артист. Я имитатор, фальсификатор. Чиновнику пограничного Бреста все это показалось странным и подозрительным. Заметив это, Мессинг предложил продемонстрировать свои способности. Он оглядел кабинет, взял со стола швейную иголку и предложил Абрасимову воткнуть ее в любой цветок огромного букета, стоящего на столе. Сам вышел за дверь. Через несколько минут вернулся и попросил чиновника дать ему руку. Дал меня за руку, обвел вокруг стола, подвел букету и буквально за минуту определил тот свет и вытянул оттуда абсолютно невидимую булавочку. Для меня это удивило. За счет чего же вы это так искусственно сделали? Ну, на первый раз я вам этого не скажу. Это мой секрет. Об удивительных способностях польского перебежчика Петр Абрасимов сообщил в Минск первому секретарю Компартии Белоруссии Пантелеймону Пономаренко. Из воспоминаний Пантелеймона Пономаренко. Мы сразу же Вольфа Григорьевича к нам на комиссию пригласили. Я задумал, чтобы Мессинг прошел в соседнее помещение, где у нас была библиотека, отыскал там нужный том Ленина и показал нам заглавие статьи «Шаг вперед, два шага назад». Мы понимали, что Вольф Григорьевич тогда не мог читать эту работу. Он ушел и долго не возвращался. И тогда мой заместитель говорит, «Утек твой евречек». И тут как раз приходит Мессинг. Несет нужный том и тычет пальцем в название статьи. А он тогда по-русски практически не читал. И тут мы поняли, надо везти его в Москву. В Москве на Лубянке собралась огромная комиссия. Чекисты, военные, прокуроры. Чего только Мессинга не заставляли делать. И читать мысли, и внушать дежурному охраннику, что клочок бумажки – это пропуск, и находить спрятанные вещи. Эти опыты впечатлили всех, кроме Лаврентия Берии. Он отнесся к нему недоверчиво, как к иностранцу, шпиону, врагу. Прошло какое-то время. Я звоню. Позимон Академич. Там 5-е, 10-е. А потом Амесин. Как он? Слушай, он в Москве произвел фурор. Фурор. Не такой же примерно, как и у меня в Минске. Но что-то никто не может узнать, за счет чего и почему он это. Через некоторое время состоялась личная встреча Мессинга и Иосифа Сталина. Вот как об этом пишет Мессинг в своей книге. Незнакомая комната. Входит какой-то человек с усами, здоровается. Я его узнал сразу. Отвечаю, здравствуйте, я вас на руках носил. Как это на руках удивился Сталин. 1 мая, на демонстрации. Сталина интересовало положение в Польше, встречи Мессинга с Пилсудским. После довольно продолжительного разговора Сталин сказал ему, ну и хитрец вы. На что Мессинг ответил, это не я хитрец. Вот вы действительно хитрец. Как ни странно, но такая фамильярность сошла Мессингу с рук. Сталин лично пожелал проверить его способности. Задание. Пройти в кремлевский кабинет Сталина без документов. Это было равноценно самоубийству. Известно, что Сталина одолевала мания преследования. При огромной охране он все равно боялся за свою жизнь и всех подозревал. Если Мессинг выполнит его последнее задание, то нужно будет признать, что есть человек, способный разрушить любую систему охраны. Береви мне рассказывал, что Мессинг был очень страшный человек. Он обладал необыкновенной энергией. Он усыпил его охрану. Подобности он мне не рассказывал, как это было. Но он мне только сказал. А я сказала. Так смотрю на него и говорю. Но я его встречала в сеансах. Он проводил в Сочи сеансы. Беря еще улыбнулся и сказал. Это, говорит, еще тот человек. Он мог, говорит, что угодно сделать. Потому что он обладал такой энергией. Это, говорит, был как колдун. Происходило ли это на самом деле? Или Вольф Мессинг придумал подробности этой истории? Но по свидетельству разных людей, в том числе все того же Пантелеймона Пономаренко, это было так. Ноябрь 1940 года. Без пяти минут десять. Мессинг шел по кремлевскому коридору. Позади остались все посты. Все, кроме одного. Мессинг уже понял, что из себя представляет страна Советов и ее руководство. И в случае удачи и в случае неудачи его могло ожидать одно – смерть. Но пути назад теперь уже не было. До десяти утра оставалась одна минута. Мессинг уверенным шагом приблизился к кабинету Сталина. Караульный, при виде его, вытянулся по струнке и отдал ему честь. Сталин смотрел на дверь и ждал. Дверь открылась. На пороге стоял Мессинг. Как? – удивился Сталин. А я внушил вашим охранникам, что я Берия, – ответил Мессинг. Этот поступок впоследствии чуть было не приведет Мессинга к трагедии. Лаврентий Павлович был человеком крайне мстительным и злопамятным. Берия заявлял, что с Мессингом еще нужно разобраться. Из воспоминаний Пантелеймона Пономаренко. Все знали прекрасно, что означает разобраться в устах Лаврентия Берии. Мы поняли, что надо спасать Вольфа Григорьевича. И тогда в дело вмешался сам Иосиф Сталин, который сказал, «Лаврентий Павлович, если ты будешь убирать всех, кто знает и умеет больше нас, то с кем мы будем работать?» После многочисленных проверок Сталин лично разрешил Мессингу гастролировать по всему СССР со своими психологическими опытами. На выступлениях телепата всегда был аншлаг. Судьба Мессинга в то время сложилась весьма благополучно. А ведь не менее талантливые и знаменитые люди так и не вышли обратно из казематов Лубянки. Как и чем завоевал Мессинг доверие вождя, так и осталось загадкой, приоткрыть которую можно было бы лишь заглянув в его личное дело. Но архивы Лубянки прочно хранят тайну Вольфа Мессинга. Я не исключаю, что в те годы разведка наша, наша разведка, особенно внешняя, тоже заинтересовалась Мессингом. Я не исключаю, что Мессинг был завербован разведкой. Что разведка наша могла его использовать там, где нужно. Но за границу я не слышал, чтобы его посылали. Это было в пределах нашей страны. Вы вторгаетесь в ту область, в которой вам ничего не будет, понимаете? А я давал подписку. И пока эта подписка действует. Может быть что-то закончится после нас, пожалуйста, уже скажут. Да, все, пожалуйста, заходите, читайте. 16 мая 1941 года в Москву Вольфу Мессингу пришло письмо из варшавского гетто. Вот оно. Дорогой Вольф, я очень растроганно полученный от тебя посылкой. Теперь я знаю, что у меня есть брат, который думает обо мне. Меня удивляло, что ты до сих пор не писал мне. Желаю тебе, дорогой брат, много счастья и успехов на работе. Твоя родная сестра, которая надеется тебя лично поблагодарить. Хава Мессинг. Это была последняя весточка от его родных. Их постигнет участь большинства узников варшавского гетто. В первые же дни войны по личному распоряжению Сталина Мессинга эвакуируют в Новосибирск. В 1942 году на имя Мессинга пришла телеграмма. Спасибо за ваш вклад. Ваше желание будет исполнено, Сталин. О каком желании шла речь? О желании в то время у Мессинга было одно – помочь советскому народу в борьбе против фашистов. На Эннском аэродроме состоялась передача Красной Армии самолета, купленного на личные средства профессора Вольфа Григорьевича Мессинга. Самолет принимает герой Советского Союза капитан Ковалев. Из далекой Балтики прибыл прославленный летчик, чтобы принять на вооружение авиации Балтийского флота новую машину. В 1942 году на личные деньги Мессинг приобретает самолет, который дарит герою СССР Константину Ковалеву. Это единственные кинокадры, запечатлевшие живого Мессинга. Вот он, рядом с Ковалевым. Из воспоминаний Ковалева. Немцы, когда видели на моем самолете имя Мессинга, разлетались в разные стороны. Одно упоминание имени Вольфа Григорьевича приводило их в панику. 31 сбитый немецкий самолет на боевом счету сталинского «Сокола». Профессор Мессинг от всей души желает победного пути пилоту. Когда приезжал Костя Ковалев получать самолет, и за столом сидели все, так сказать, ну, немножечко выпивали там, праздновали вот это вот вручение ему самолета. И в этот момент Вольф на руке, его были часы золотые, омега. Я, как маленький мальчик, заинтересовался. И говорю, что «Вольф Григорьевич, это такие интересные часы, можно посмотреть их?» Он говорит, а я сейчас тебе сделаю. Я думаю, как он сейчас, снимется руки или нет? Он говорит, нет, ты пойди вот в ту сторону, встань у стенки и вытяни ручки вдоль по швам. И через три минутки ты поднимешь ручки, и вы увидишь с часами свои. Действительно, через три минуты я, подняв руки, увидел на своей руке часы. Я их и крутил, и вертел, и рассматривал, и слушал. Все. Потом они исчезли. Когда он выступал в одном городе, к нему зашла за кулисы женщина, и сказала мой сын, и вдруг с ним случилось плохо, он сказал, закрывайте занавес, не меня, закрывайте занавес. В этот момент этого сына, этой женщины во время войны происходило. Убили, убили. И после этого пришла похоронка, и там точно было установлено день, когда убили, и час совпало полосы. Перед нами листки пожелтевших бумаг. Это отзывы зрителя о выступлениях Мессинга во время войны. Главными из которых были выступления в госпиталях. Эти отзывы Мессинг бережно хранил, ведь они, как и телеграмма Сталина, были для него своеобразной охранной грамотой от возможных обвинений в шпионаже. Согласно автобиографии, единственное, чем занимался Мессинг во время войны, были выступления. Однако вряд ли советские спецслужбы оставляли его без внимания. К началу Великой Отечественной войны они имели большой опыт работы с людьми-феноменами. В 30-м году в стране Советов создается спецотдел, который всерьез занимается поиском шамбалы, изучением телепатии. Сотрудники спецотдела внедряют гипноз в оперативно-следственную работу ОГПУ НКВД. Мы проводили эксперименты, которые как бы были близки к оперативной части. Поэтому я не исключаю, что и сразу после революции интерес был огромный. У тех, кто пришел на смену сотрудникам русской контрразведки, русской разведки, тоже был интерес вполне реальный, который возник к этим технологиям. И они аккуратно начали пытаться ставить их на вооружение себе. И это был и Боки, это был Урицкий, это был еще целый ряд людей, которые занимались серьезно этими вопросами. Правда, в 38-м году все руководители спецотдела были ликвидированы как враги народа. В том же году Сталин официально запрещает магию. Но это совершенно не означает, что НКВД прекратило свои опыты в области парапсихологии. На этом фоне удивительным выглядит разрешение Сталина выступать Мессингу со своими опытами перед советскими людьми. За всю жизнь в Советском Союзе Мессинг сделал всего лишь одно публичное политическое предсказание. В 1943 году на одном из выступлений в Новосибирске он сказал, война закончится 5 мая 1945 года. После войны Мессинг вернулся в Москву. Он поселился в гостинице «Москва» и стал больше ездить по стране со своими опытами. Я не думаю, что он был личным предсказанием Сталина, потому что он много выступал, много работал, и у них встречи со Сталином были не так часто. Ну вот, мне один известный спортсмен рассказывал о том, что Мессинг сам однажды напросил с кем-то на прием и посоветовал, чтобы его сын Василий не летел самолетом. Сталин спросил, вы настаиваете или вашу просьбу? Он говорит, я настаиваю, он сказал. Этот самолет летел с хоккейной команды ВВС, детищем Василия Сталина, летел на матч со Спартаком в Свердловск и разбился по дороге. Значит, разбился, погибли все до одного хоккеисты. Выжили только Василий Сталин и Всеволод Бобров, ставший впоследствии знаменитым тренером сборной СССР по хоккею. По требованию Сталина его сын поехал поездом и взял с собой для компании Боброва, сохранив ему тем самым жизнь. Эта история сразу же стала достоянием общественности. Тут же вспомнили о проходе в Кремль, получении денег в банке. Такие истории, о которых шептались в околокремлевских семействах Москвы, породили легенду о том, что Вольф Мессинг личный предсказатель Сталина. После смерти Сталина Берия нарушил свое обещание и отдал приказ разыскать Мессинга. Когда Сталин умер, Берия начал искать его. И, видимо, была какая-то ситуация именно такая, что опасно для него стало. Дело в том, что Вольф никогда вообще никого не боялся. Но он строго относился к чувству опасности. Если он ее ощущал, то в этот момент он должен был исчезнуть. То есть он для этого он пришел, вот я помню то, что он пришел к нам. И бабушка, по-моему, его куда-то отвезла к своим ближайшим знакомым или друзьям. И там он энное время прожил. Эти события происходили за несколько дней до ареста Берия. Что хотел Берия от Мессинга? После смерти Сталина жизнь Мессинга изменилась. К власти пришел Никита Хрущев. Новый лидер государства был прагматиком и атеистом, который ни в каких предсказаниях не нуждался. Хрущев своим распоряжением запретил Мессингу выступать в крупных городах России. С тех пор, вплоть до самой смерти, его уделом стали выступления в сельских клубах и маленьких ДК провинциальных городков. Вольф Григорьевич любил цирк. И последний раз, я помню, в 1971 году я открывал новый цирк в Сочи и пришел Вольф Григорьевич был на представлении, затем прислал телеграмму мне и просил передать благодарность всем артистам и подписался заслуженный артист России Вольф Мессинг. Он недавно получил это звание и гордился им. Потому что раньше всю свою жизнь Мессинг был не очень легализованным артистом. Вы понимаете, в больших городах не разрешали ему выступать. И вообще то, что он делал считалось не очень понятным и не очень идеологически нужным советским зрителям. Он числился в отделе сатиры и юмора. На самом деле Вольфа Мессинга с его непонятными экспериментами просто не знали, куда приткнуть. Не писать же отдел гаданий или телепатии. В те времена в СССР не могло быть и слова о телепатии. Поэтому перед каждым выступлением Мессинга ведущая зачитывала вступительное слово, в котором объяснялись его способности с точки зрения павловской теории. Все сводилось к тому, что это у него натренированная ощущаемость. Он способен улавливать даже самые тонкие вибрации. Мессинг любил говорить о себе в третьем лице. Мессинг не должен ошибаться. Мессингу это не простится. Со своей будущей женой Аидой Рапопорт Мессинг познакомится в 42-м году в Новосибирске на одном из своих концертов. С этого времени она стала для него самым верным другом и соратником. В конце 50-х Аида Михайловна заболела. Рак молочной железы. Больница, операция, лекарства. Но ей ничего не помогало. Мессинг уже предвидел печальный итог. В июне 1960-го семью навестил знаменитый академик Блохин. Он сказал, что больные раком могут жить довольно долго. Послушайте, прервав его, закричал Мессинг, я не мальчишка, я Вольф Мессинг. Я знаю, что она умрет 2 августа в 7 часов вечера. Слух о предсказании тотчас же разнесся по всем научным кругам Москвы. И все со смешанным чувством ждали рокового дня. Никто не желал смерти, но и любопытство не покидало людей. 2 августа Вольф Григорьевич безмолвно плакал на кухне, хотя смерть еще не пришла в дом. Ровно в 7 часов вечера Айда Михайловна умерла. Смерть была предсказана точно, вплоть до минуты. После смерти жены Мессинг впал в глубокую депрессию. Он не мог самостоятельно даже одеваться и есть. Вот она обратная сторона способностей Мессинга. Он мог усилием своей воли заставлять выполнять людей самые невероятные приказания, но наедине с самим собой был абсолютно беспомощным и немощным. Это состояние длилось 9 месяцев. Казалось, Мессинг навсегда вышел из строя. Мессинг всю жизнь стремился найти объяснение своим способностям, понять, как ему удается читать чужие мысли, как он воздействует на людей и животных. Он просил дать ему возможность создать лабораторию. Я бы не отказался от почетной с моей точки зрения роли подопытного кролика, от роли добровольного проводника науки в неизведанный доселе край. Однако советские ученые, в отличие от западных, ни разу не пригласили его для участия в своих экспериментах. В России меньше всего обращали внимание на то, что он буквально горит с желанием, чтобы изучили волны, которые помогают ему узнавать будущее людей, узнавать их мысли. Вряд ли он осознавал, что его способности не укладывались в материалистическую философию социализма. В научных кругах страны в те годы и так уже произошел раскол. В конце 60-х газеты стали писать о феноменальных способностях Нелли Кулагиной и Карла Николаева. Сейчас вы видите эксперименты, проводимые с Нелли Кулагиной. А это Карл Николаев. Усилием воли он зажигает электрическую лампу. Все, что не могла объяснить академическая наука, объявляется вне закона. И только в начале 80-х начнутся официальные эксперименты. В 1980-м году по команде первого лица СССР тайком от прессы Академия наук взялась за экстрасенсов. Существовала даже программа «Физические поля биологических объектов». В последние годы Вольф Григорьевич уже практически не мог ходить. Побег из гестапо, когда он прыгнул со второго этажа и повредил себе ноги, давал о себе знать. В последнюю ночь перед операцией Мессинг нервно ходил по своей комнате из угла в угол. Картины жизни всплывали у него перед глазами. Отец, цирк, арест, побег из гестапо, Сталин. Мессинг никогда не боялся, но сегодня он не мог скрыть своего страха и отчаяния. Врачи заверяли, что операция не опасна, но он-то знал, что это его последняя ночь в жизни, ведь он Вольф Мессинг. КОНЕЦ КОНЕЦ